Сегодня в столице также состоялось 48 заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны государств-участников Содружества независимых государств. Главной темой обсуждения стали основные направления совершенствования и развития объединенной системы ПВО. Нынешнее заседание Координационного комитета стало площадкой для конструктивного диалога и достижения взаимопонимания в вопросах, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ в области противовоздушной обороны. В нем приняли участие делегации оборонных ведомств Российской Федерации, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызской Республики, представители Объединенного штаба организации договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров. Участники обсудили результаты деятельности Координационного комитета в 2017-м, а также особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенной системы ПВО стран Содружества в этом году. Приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, в том числе вопросы совершенствования и развития Объединенной системы ПВО. В условиях продолжающейся глобализации и трансформации всей системы международных отношений Республика Узбекистан строит отношения со странами Содружества с учетом общепризненных принципов и норм международного права взаимной выгоды, равноправия и невмещательства внутренних дел других государств, урегулирования всех спорных вопросов мирными средствами и путем переговоров, признания нерушимости и неизменности сложившихся межгосударственных границ. Большое внимание уделено проведению мероприятий военно-технического сотрудничества в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны. Шла речь о проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, главной из которых пройдет в августе этого года в столице Республики Беларусь. Итоги заседания подведены на брифинге. В текущем году продолжается работа по созданию единых объединенных систем противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности. Пристальное внимание уделяется проведению мероприятий военно-технического сотрудничества в рамках Объединенной системы ПВО, к основным из которых можно отнести поставку перспективных средств связи на командные пункты ВСПВО и ВВС Республики Узбекистан. В ходе заседания обсудили 11 вопросов по вопросам взаимодействия, координации в области противовоздушной обороны и охраны воздушного пространства в границах наших стран. Данное мероприятие очень актуально. На фоне реализации тех задач, которые оговорены, стратегии развития нашей страны, организовываются взаимодействия по вопросам противовоздушной обороны с нашими ближайшими соседями. Это очень актуально для безопасности нашего региона, чтобы создать поиск безопасности вокруг Республики Узбекистан, взаимно друг друга повещать о угрозах воздушного терроризма, захвата воздушных судов. Я думаю, данные мероприятия идут во благо безопасности нашего региона. Не только обсудили, но и продемонстрировали, как это работает. В одной из воинских частей ПВО ВВС Узбекистана проведены учебно-методические сборы. Согласно легенде, личный состав зенитно-ракетного дивизиона противовоздушной обороны отработал действия по нарушителю государственной границы. Для перехвата условного противника с боевого дежурства в небо поднят истребитель-перехватчик МиГ-29, пилотируемый военным летчиком третьего класса капитаном Джасуром Хакбердейвом. Задачи выполнены, цели уничтожены. Далее, согласно программе, гости посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана. Сегодня она занимает главное место в единой системе военного образования, став поистине центром военной науки. Гостей проинформировали о работе по подготовке лейтенантов, повышении квалификации действующих офицеров, а также специальной подготовке командирских кадров руководящего состава вооруженных сил.